здравствуйте друзья мы у корейцев любим мы иногда корейцам не потому что вот алкоголь вот это случайно это не типично а вот фрукты овощи здесь иногда очень даже ничего особенно надо сказать у них крупные бывают и яблоки жадил казалось бы яблоко ну а что вот а крупные хорошие симпатичны бывает гораздо крупнее если кому-то хочется крупного черешенки неплохая почем через три доллара за фунт вот замечательно мы вчера помните абрикосы брали на поле в горсаду по 6 долларов за фунт так а это тоже кстати черешня и красненькая свету любит беленькую надо сказать 4 доллара за фунт сладкая сладкая вот абрикосы вот абрикосы здесь почем абрикосы у корейцев так яблоки я вижу ценник абрикосы не вижу цене яблоки долларов 59 а эти красавцы почем а возьмешь то так что-то мне говорит цвета я не слышал так а что такое ну вот света хочет сидеть в машине сегодня жарко вообще на сказать что последние дни жарко а то что говорят на этой неделе будет вообще кошмар и как раз вот 4 июля тоже будет жарко вот сейчас к ценнику подбираюсь абрикосы а между прочим 5 долларов 5 долларов тоже тоже не так не так дорого получается набрали в горсаду а мы будем 4 июля как и как и каждый год будем у нас на даче встречать гостей там будет человеку не знаю 12-15 там обычно собирается народ и там как раз прохладнее санта крыс градусов на 5 всегда прохладнее чем здесь кожи что это до высушенные на солнце азиатские джюджюби друзья этот джюджюби да даже не знаю что сказать про джюджюби да так вот они они же но так класс массе продактов юиса и смотри наши американские джюджюби грибочки вот в азиатских магазинах такие грибочки продают они совершенно безвкусные называются кинг-ойстер но ойстер это устрица но так называют королевские устрицы вот такие грибочки я не знаю что они с ними делают мы пробовали они не очень хорошие в смысле тоже не хорошие но просто наверно надо уметь как-то их совершенно безвкусные так в азиатских магазинах очень много грибочков разных ведь они такие типа типа поган таких вот растут я вот таких совершенно не разбираюсь или вот вот эти смотрите но у вас белоснежка грибы под названием белоснежка а вот эти красавцы вот эти вот пинк-ойстер который ну что пойдем дальше грибов много друзья а нас мало так вот жизнью устроена я вообще люблю вот это вот зеленюшку называется на чай чай это вот запахом чесночка немножко такое если вы понюхаете она пахнет чесночком а вообще очень очень приятная что-то надо будет сказать цвете чуть возьмется это хорошо и для готовки пищи тоже и и так просто вот я я люблю пожилок так что у нас тут резиска красная по долларов он крупная хорошая уже почищенная без зелени таро таро рот это такая хреновина я бы сказал тип картошки типа картошки но у нее гораздо меньше гликемический индекс то есть если там диабеты или того с углеводами борется вот таро это совершенно замечательный продукт вы если если поджарить и не отличить от жареной картошки никак вообще так хикама но хикама конечно здесь здоровенные и дешевые по доллару фунт очень дешевые из нее хорошо салатик делать у нас когда суши подают в некоторых местах там вот этой хиком и нас трубами вот на ней сверху там ну не слушая сашими рыбку рыбку кладу значит 23 бакса за ящик и что в ящике то я не понял в общем короче вот такой ящик яблок там 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 дороже чем доллар за яблоко не знаю что там такое с ними здесь еще есть мы частенько берем рыбку такой сашими дома съесть тут же есть икорка тут разная есть надо сказать что икорка очень забавно называют и курой здесь а вот это кимчи капуста корейская но это сами знаете это на любителя друзья так на всякая кулинария так вот здесь вот здесь мы частенько берем рыбку такую покушать так ну пошли смотреть да вот пожалуйста там суши сашими икорка пусть я вам расскажу икор такая икорка китая вот наборчики сашими это там дорожает 36 долларов такой набор так ну а тут что а тут рыбка где твоя улыбка смотрите нет небольшие 3 59 пока рыбка 399 икорка это все цены укроп небольшой конечно зависит от рыбы какая рыба это напалку то покоя а ну конечно тербот тербот берем ланкер обалденно вкусная рыба обалденно по десятке хорошая цена очень хорошая это лучше чем палку это но похоже на палку так по 11 долларов салман ну хоть и 3 доллара там он значит по 6.50 3.60 ну такого планки не бог есть макрель макрель это я сейчас пытаюсь сообразить вылетело слова ну ладно пусть будет макрель да значит 3 доллара и бог ладно друзья вот все прелести корейской торговли да свининка свининка шабу-шабу сделать но это как бы есть есть любители этого дела а вот тут там какие-то кости порубленные говяжьей кости я не знаю для чего ну то есть как это использовать может бульон какой-нибудь варь вот пожалуйста говязь я колено колено так это попытая типа типа говяжья копыта вот так я ценник так не вижу почти листами что-то еще там так запаса фунт 349 349 за фунт говяжья копыта ну хорошо в общем друзья с голоду никто у нас тут не помирает я вам точно могу сказать а вот просто мяско ну-ка давайте посмотрим а мы не просто мяско она порезана я понял она уже порезанное такое мяско ну ладно хорошо пошли искать сметану светочка вот наши зрители они вообще очень ценят твои мудрые и немногочисленные слова за которые ты иногда так вот замечание делаешь что вот для тебя этот корейский магазин почему ты хотела сюда прийти ну дело в том что это наш главный магазин где мы покупаем тонику еду так кто видит наши зрители думают что у нас томик там такой прямо так сам какой ну что он каждый день его как раз на рынке кормим ну да форме но не самой рыбой шкурками вот они хорошо очень обрезают эти шкурки так там на каждой шкурке еще по 6 8 миллиметров красной рыбы а кроме того но ты шкурки не срезаешь потом рыбу не так шкурки самая полезная шкурки то есть самое полезное в этой рыбе потому что у них и жир и коллаген и все что хочешь а когда они я их делаю теперь вот в режиме сувида получается это все очень вкусно то есть это нормальная еда даже не не западло и нам съесть ее не западло собой будете думать друзья почему томика надо стричь два раза в месяц почему шерсть так прет а вот от коллагенов хорошо кушает но хорошо то есть ты купил ему шкурок я купила шкурок но я не только не могу раздел том что нас партии 4 июля я подумала что я могу очень вкусный салат сделать из этих вкусно подожди я не понял на партии такая я думал ты какой-то рис там хотела купить а я купила очень хороший рис дело то что я все время забываю поскольку нас мы только кормим и рисом и овсянкой и гречневой кашей картошкой и всякими вот такими вещами они мне очень быстро заканчивается потому что его все-таки два раза в день нужно кормить какой-то вот крупой очень быстро заканчивается в нашем магазине обычном справа там развесное все и показано берешь из этом кашу набрал то ли много то ли мало ничего нельзя как мешок набрал и он как-то быстро кончается а здесь я купила готовый мешок ничего набирать не надо пророщенные коричневого риса пророщенного проростки да это намного полезнее так но вкус то хороший вкус хорошему конечно были нежные потому что он уже прорастать стал да он уже не такой дубовый а слушай у меня чай кончился в офисе черный но мы сейчас заедем в локман окей такое в типа русско-мексиканско не знаю ближневосточно вот такой магазин сейчас заедем мы там часто бываем друзья не то что кстати помидоры хорошие хорошие помидоры да я последний раз покупал ну что же хорошо значит мы продолжаем наш шопинг